Сэр, это Миранда, надо поговорить о расе. Думаю, у нас проблема. Какого рода. И больше нельзя доверять. Разве ей вообще можно доверять? Ты хотела сказать, ей больше нельзя управлять. Что она знает? О проекте Лазарь достаточно, чтобы быть опасной. Она в курсе, что мы наблюдаем прямо сейчас изучать досье Тейна Криуса. Вскоре она сложит 2,2. Значит, пора перестать притворяться. Мы вложили в расу немало сил. Но коли инвестиции становятся бузой, приходится списывать убытки и двигаться дальше. Желайте знать, могу ли я пойти на компромисс. Можно ли проверить мою верность? Можно ли подорвать ей через эмоциональные связи? Если это когда-то и было, те дни давно прошли. Аманкира, направь меня. Совести вина никогда не играли роли в заданиях. Что я выполнял? За миг до убийства мои руки становятся инструментом на нематери. Ничего более. Нет никакой кары. Нет правых или виноватых. Хотя это не всегда было правдой. Мое обучение началось в возрасте 6 лет. Согласно договорам между нашими видами, родители отдали меня Ханару. Это была великая честь. Впрочем, со временем, такие понятия, как честь и свобода воли, стали значить все меньше. В 12 я совершила первое убийство. Вышло неуклюже, грязно. Лишим милости орашу я тогда выжил. После этого убивать стало легче. Я стал умелым. Постоянно я полностью отдался этому занятию. Будто душа моя уснула. Но тело исправное несло в вахту. До этого дня, когда кое-кто разбудил меня, Целью была соларианец, военный преступник в бегах. Семежит маняли меня совершить долгожданное правосудие. Меня не волновали его преступления. Меня ничего не волновало. Пока не вмешалась она. Детские глаза цвета заката в прицеле. Как ты смеешь? Ее звали Ирика. Ее вмешательство отрицало логику. Да что с вами, мои птицы? Кто-то пытается убить вас. Уходите, живей. Спасибо, спасибо. Непривычные эмоции всколыхнулись во мне. Вина, стыд, сожаление. Я был потерян. Днями проводил без цели. Кто это была женщина, вставшая между незнакомцем и пулей? Я должна была узнать о ней больше. Должен был понять. Я стала ее тени. Выучила распорядок мне. Ждал, пока не останется одна. Слеживал, будто добычу. Это все, что я умел. У нас заканчиваются образцы и должно сработать. Желаете дозу стимулятора новую? Ну что еще? Ах ты, тупая ящерица. Я из-за тебя пари с проспорью. Мне говорят, что ты все еще здесь. А я в ответ. Да не может быть. Только не после нашего прошлого визита. Не такая же она дура. Угадай, кто теперь чувствует себя дураком? Разгромите вы лабораторию или нет, и не прекращу работу. Думаешь, на сей раз так легко делаешься? Ты кто? Я никудышный телохранитель? Дамочка, хоть небольшую армию найми. Мне все равно этого будет достаточно. Если и нет. Благо ты не с ними. Чего они хотели? Это заработная вакцина от редкого ханатского заболевания. Эти парни, или кто бы их не нанял, имеют серьезное моральное возражение по поводу моей работы. Но кто ты? И что ты здесь делаешь? Меня зовут Тейн Криус. Я... Я была убийцей, выполняющим договор с Ханнером. В парке на днях. То, что ты сделала. Это ты был. Охрана лаборатории. Ах ты, ублюдок. Убийца. Проваливай. Ты посвятила жизни спасения других. Я хочу, чтобы ты спасла меня. Что у вас произошло? Несмотря на ее скептицизм и призрение, она выказала в состоянии и враги простила меня. До этого момента я не понимала, сколько глубокого погружено в спичку схватки и как долго был там. Впервые я почувствовала себя живым. Она заботилась обо мне. Я изучала ее. Она познакомила меня с миром за рамками моей работы и стала мечтать о невозможно. Но предоставили ли тебе выбор? Хоть раз. Это все, что я пытаюсь сказать. Ты когда-нибудь жила в своей жизни? Все не так просто. Неужели те, кто говорит, сказано, что ты не вправе вершить судьбу свою? Я начала мечтать о совместном будущем. Разве не хорошо послужил я? Великая слава покрыла ты этого Тейн Криус, а равная и свою семью. Но то, что просишь, что желаешь, не есть и часть плана вдохновителей, предназначенного он тебе. Когда вдохновители сотворили Ханнера и дали им язык, не для того ли это было, чтобы они сами определяли судьбу. Я лишь прошу того же освободить меня от службы, дабы я мог быть с Ирикой. Всем должно идти путями, уготовленными им. Но не каждому предназначено счастье. Возможно, но откуда вам знать, что нет, эта дорога положена для моей жизни? Я готов рискнуть. Я тут надеяться. Ты прав. Будьте посему, ты освобожден от договора. И мне пошлют вдохновителей спокойствие. Что ты ищешь? Я с нетерпением ждал встречи. Больше ничего сдерживало нас. Мы могли отдаться чувствами. Отношения не замедлили, дать плоды. Впервые будущее широко раскинулось передо мной. Я полагала дно солидно свободно. Однако вместо этого я почувствовал. Прости, не хотел будить. Я все равно не могла уснуть. Собиралась отдать дверь это утром. Но не могла ждать. Она принадлежала отцу. Он и говорил, что потеряю ее. Вылетает душевное спокойствие. Может, она поможет и тебе. Я не заслуживаю тебя. Ты прав. Почувствовала смесь и восторг. И сомнений. Началась семейная жизнь. Калят. Мальчик. Мой сын. Дар Арушу. Хотел бы сказать, что его детство было безоблачным. И не знал, что такое быть отцом. Я едва знал своего. Обычной жизнью стала битвой. Без опыта о гражданской жизни не приходилось бороться за неквалифицированную работу. А рабский труд. Если бы только прораб догадывался, что я могу убить его движением пальца. Я снова решил стать фрилансером. Что мне осталось? Рика поддержала меня. Она читала мои души. Я был осторожен. Не окунался его в работу с головой. Не забывала, что семья рядом. Неизбежно задания становились сложнее, а цели были труднее настичь. Времени уходило все больше. Мгновения разлуки семей множились. Снова мой рассудок оскорзнул из тела. И я был только рад. Патрианцы, главари работорговли, кормящие из колоний ханаров, их устранение спасло много жизней. Однако я не мог знать, что это же покупит и мое. Обидца Таинка Криос они поклялись отомстить и заплатили серому посаднику, чтобы знать, кто я. Патрианцы боялись меня, не стали нападать в открытую. Вместо этого подождали, пока я буду в отъезде. И нанесли удар по самому дорогому. В городе не своей я стал обеспеченным. Ошибочно приняла уверенность за мудрость. Сиди очень тихо, понял? Не выходи, пока не позову. Это стоило мне всего. Что с ней сделали? Неворозимо. Они желали послать сообщение. Я получил его. Четко и ясно. Мой разум соскользнул во тьму. Одного за другим я выслеживала их. Кто ее убил? Не учили убивать безболезненно. Имя? Ах! Да давайте чистую смерть. Но иди за то, что они сделаны. Кто это был? Стив Кай. Его зовут Стив Кай. Покидай мир. Познали лишь в поле страх. Осталось разубить последний узел. Последняя причина продолжать прежде, чем уступить тьме откачательно. Однако у Дереллова великолепная память, способная переживать любой опыт, любое чувство. Детские глаза цвета заката в прицеле. Тело ее трепещет не отстрах от негодования. Губы говорят, как ты смеешь? Но ее все же жму на курок. О, какая же сладкая она была. Ее вкус стоил того, что ты собираешься сделать со мной и даже больше. Я подвергаю его слова окончательному испытанию. Конечные мои итоги французские жрец был прав насчет меня. Я не желал слушать и заплатил за обремство. Всем должно идти путями, уготованными ими. Куда бы ни вел мой сквозь какие бы глубины и тьму, я пройду его до конца.